В рамках летней оздоровительной кампании на спортивной площадке города привлечены тысячи школьников. Проект этот организовала городская администрация. Этот проект у нас работает успешно, потому что сегодня все 119 площадок у нас заполнены. На них находятся инструктора и есть план работы площадки. В дальнейшем уже есть инициатива главы и разрабатывается паспорт каждого ребенка, где будет прописано, чем ребенок у нас занимается. И я думаю, что наши дети, сочинские дети, они у нас будут самые как занятые, в хорошем смысле слова, так и самые счастливые. О том, что подростки свои летние каникулы провели с пользой, рассказывают сами тренеры и инструкторы, которые все это время привлекали ребят к занятиям физкультурой. Они готовы в зале ночевать и спать. Дома говорят, скучно, за компьютером нам уже неинтересно сидеть. Приходим, в легкую атлетику побегаем, разминочка. Естественно, волейбол у нас. В волейбол мы играем. Турнирчики интересные проводили между собой. Итог всех этих турниров – сегодняшняя спартакиада среди сильнейших команд, сформированных по месту жительства. Подготовили для школьников шесть видов соревновательной программы. Перетягивание каната, легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, стритбол, прыжки в длину и веселые старты. Собрались юные спортсмены на стадионе детской спортивной школы номер один. Я очень люблю спорт. Мне это очень нравится. И я горжусь, что я попала на эту спартакиаду. Сегодня наша команда защищает честь Центрального района. И мы надеемся, что мы всегда будем самыми лучшими, всегда будем выигрывать. И всегда будет номер один, как наша школа. У каждой команды были здесь свои болельщики. Я хочу, чтобы моя арена поскорее выигрывала и была олимпийской чемпионкой. В итоге команда Центрального района оказалась на второй ступени пьедестала. Золото завоевала сборная Адлера. Бронза – у хостинцев. А ребятам из Лазаревки вручили приз за волю к победе. Галина Моисеева, Ингагабеша и Николай Тихонов. Телекомпания ФКТ.